Новости продолжают эфир. Канал Ахабар 24. В студии работает Хасан Исраилов и я, Вера Захарчук. Здравствуйте. Новости продолжают эфир. 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 В Уральском можем брать электроэнергию. А также запас электроэнергии имеются у компании ТШО и НСОСИ. В Колумбии рухнул строящийся мост. Жертвами обрушения стали не менее девяти человек. Восемь пострадали. Еще двое рабочих пропали без вести. Местные СМИ сообщают, что в момент обрушения на мосту, который должен соединить Боготу с вилла Висьонсио, находились около сорока строителей. Причина произошедшего выясняется. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция. Внезапно раздался грохот. Те, кто понял, что произошло, начали бежать с целью спастись. Я оглянулся и понял, что не все смогли эвакуироваться. Повсюду был дым. Мы попытались помочь нашим друзьям, но, к сожалению, не смогли. В центре бельгийского Антверпена в результате взрыва бытового газа обрушился жилой дом. Пострадали не менее 14 человек. Один из них в критическом состоянии. Информации о погибших нет. По данным местных СМИ, один дом практически полностью разрушен. Еще два строения получили серьезные повреждения. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Правоохранители отмечают, что взрыв не был актом терроризма. Не менее 20 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на международный аэропорт в столице Ливии Триполя. Еще 60 получили ранения, сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения. Нападение совершила группировка «Альбакара», которой присоединились бежавшие с востока Ливии радикалы. В бой с ними вступила контролирующий аэропорт формирование специальной силы сдерживания. При этом обе эти группировки лояльны правительству над согласием в Ливии. В связи с произошедшим работа воздушной гавани временно прекращена. По данным служб безопасности, сейчас ситуация находится под контролем. Арестованы несколько подозреваемых. Об ущербе не сообщается. В Китае усилили меры по предотвращению распространения гриппа. В результате вспышки эпидемии переполнены все больницы страны. Среди зараженных есть и дети. Китайские власти призвали местные органы здравоохранения и медучреждения усилить мониторинг и лечение вирусного заболевания. Подробности в следующем материале. По данным Китайского национального центра по гриппу, эпидемия распространилась за последние 2-3 недели. Большинство людей заразились гриппом накануне Нового года. На тот момент число пациентов с признаками вирусного заболевания достигало 11 тысяч человек. За последнюю неделю недуг охватил еще 7730 человек. Наши педиатры работают сейчас в режиме нон-стоп. Чтобы облегчить нагрузки клиники и отделение скорой помощи, мы подключили весь коллектив и работаем посменно. По данным Комитета здравоохранения и планирования КНР, нынешний вирус гриппа встречается очень редко. Из-за слабого иммунитета многих граждан инфекция быстро распространяется. Именно поэтому комитет немедленно взял на себя задачу доставки лекарств и принадлежностей во все регионы страны, а также мониторинг и выявление опасности мутации вируса. Я болею гриппом уже продолжительное время. Это вирусное заболевание распространяется быстро, поэтому следует соблюдать меры предосторожности и правила гигиены. Особенно это касается детей. Они одни из первых подхватывают болезнь. В общественных местах я всегда ношу маску. Распространение вирусного гриппа наблюдается во всех регионах Китая. Так, в детское отделение государственной больницы города Дженчжоу в день поступает около 200 пациентов, а в центре материнства и детства в городе Тайюань вели карантин. Вместе с этим детям, школьникам, старикам, беременным женщинам и гражданам с хроническими болезнями ставятся прививки. Максут Медилканов, Нурбек Бекен, Жан Суй, Хабар-24, Пекин. В Великобритании обанкротилась одна из крупнейших строительных компаний Carillion. Долги концерна, который также является крупным господрядчиком, оцениваются в полтора миллиарда фунтов стерлингов. Ожидаются массовые увольнения. О том, что компания испытывает финансовые трудности, стало известно еще в июле прошлого года. Тем не менее, правительство предоставило ему крупные заказы. Теперь депутаты требуют объяснения от Кабинета министров, как компания получила контракты. По словам экспертов, банкротство Carillion ляжет тяжким бременем на деятельности премьер-министра Терезе Мэй, которая продолжает трудные переговоры с Брюсселем об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку это негативно отразится на единстве правящей консервативной партии. ЕС планирует бороться с проблемой распространения в интернете недостоверной информации. Для этого создается специальная группа экспертов. Через несколько недель они назовут страны, откуда распространяются ложные данные. Специалисты также должны определить рамки ответственности за публикации неправдивых материалов в социальных сетях. Они же разработают инструменты воздействия на распространителя дезинформации. У группы экспертов высокого уровня по фальшивым новостям одна главная цель. Они должны предоставлять Еврокомиссии идеи по всем вопросам, касающимся распространения фейковых новостей в традиционных и социальных средствах массовой информации и по борьбе с их социальными и политическими последствиями. Результаты работы этой группы войдут в итоги общественных консультаций, которые завершатся 23 февраля, а также войдут в основу соцопроса агентства «Евробарометр», который начнется на следующей неделе. В прошлом году благодаря добровольным помощникам в Актюбинской области раскрыто более 300 преступлений. В местном бюджете на их поощрение предусмотрели 2 миллиона тенге. Всего в регионе работают 700 дружин, в составе которых 3000 человек. К ним подключились и студенческие отряды. Более того, в дружинники идут и работники предприятий. В прошлом году около 1000 человек получили специальные удостоверения. В ближайших планах установить 140 камер видеонаблюдения. В сельской местности задача общественных помощников, это совместно с участковыми петрами полиции, в сельских округах будет оказываться действие по обеспечению правопорядка. Ночные рейли совместно с участковыми петрами полиции по наведению порядка. Особенно больше всего уделяют внимание по кражам скота, а также по нулевым терминам выявлениям и предъявлениям к правонарушителям. Музей, театр на тысячу мест и библиотека с фондом в 500 тысяч книг объединит новый культурный центр, который построят в Актау к 2020 году. Изначально под его застройку выделили 20 гектаров земли, затем площадь увеличилась до 30. Строительство центра имени Абиша Кикельбаева запланировано по программе Рухани Жанхыру. В музее и библиотеке современными читальными залами будут представлены экспонаты и книги о культуре и искусстве региона. На территории центра будут фонтаны, места для отдыха и скверы. Проект разработан на 215 миллионов и в данный момент находится в экспертизе. По уточнению экспертизы мы будем уже иметь на руках полностью сметную стоимость проекта. Предварительная стоимость проекта более 4 миллиардов тенге. Также эти средства за счет бюджета как бы выделить это тоже не по силам. Поэтому мы сейчас будем разыскивать инвесторов. Театр Астана-Опера на этот раз покорил зрителей столицы Кувейта. Артисты театра впервые приняли участие в международном фестивале исламской страны. В их составе Майра Мухаммед Хозе, Медяд Чутабаев, Айсулу Абельханова, дирижер Руслан Баймурзин и многие другие выступления прошло в рамках реализации программы Рухани Жанхыру. Все подробности в следующем материале. 24-й международный культурный фестиваль в Эль-Кувейте собрал известных деятелей искусства со всего мира. Труппа театра Астана-Опера на фестиваль приехала по специальному приглашению кувейтской стороны. Организаторы отмечают, что такие мероприятия нацелены на расширение сотрудничества в культурной сфере. Театр Астана-Опера впервые приехал на кувейтскую землю с концертной программой и подарил любителям искусства отличное настроение и хорошие эмоции. Мое почтение по этому поводу. Культура, искусство и литература – это визитная карточка любого народа. Сегодня я проникся культурным наследием вашей страны. Таких двусторонних мероприятий, нацеленных на расширение сотрудничества между кувейтом и Казахстаном, в будущем должно быть больше. На территорию кувейта в первый раз выступает наш знаменитый оркестр Астана-Опера. Мы продвигаем здесь в рамках проекта «Рухани Жангару» нашу культуру, наши культурные ценности. И кувейти любят искусство. Очень много различных коллективов известных приезжает сюда выступать. Здесь открыли новый оперный театр. Я надеюсь, что наши трупы тоже будут там выступать. Выступление театра проходило на сцене Центра культуры и искусства кувейта в знаменитом театре «Абду-Мухси» Абду-Риза. Артисты исполнили произведения казахской и мировой классики. Знаменитые «Четыре времени года» Антонио Вивальди, а также «Времена года» в Буэнос-Айресе, аргентинского композитора Астара Пьетсолы, проникновенные песни Абая, Кью-Кру-Мангаза и произведения Нургисы Тлиндиева. Язык музыки у всех мира один. Музыка, исходящая от сердца, непременно доходит до сердца слушателя. Наверное, поэтому и говорят, что людей объединяет музыка. Она безгранична. Сегодня иностранная публика слушала нашу классику с воодушевлением и большим удовольствием. Это их уважение к нам и к самой музыке. До позднего вечера в Эль-Кувейте звучали казахские песни. Публика рукоплескала стоя. В конце творческого вечера директор Национальной библиотеки Республики Казахстан Жанат Сидуманов в знак благодарности накинул на плечи генерального секретаря Национального совета культуры, искусства и литературы Кувейта господина Али Альюха традиционный казахский шапан. Айдана Кребжанова, Ержан Женес, Седат Денли, Хабар 24, Кувейт. Геннадий Головкин удостоился звания почетный гражданин Карагандинской области. За удостоверением именитый спортсмен прибыл в родной город лично. Геннадий Головкин – единственный казахстанский чемпион мира в профессиональном боксе. Напомню, непобежденный мастер кожаной перчатки встречался с мексиканцем Саулем Канава Альваресом. Бой не выявил сильнейшего. Ожидается, что реванш состоится в мае этого года. Как ведут себя почетные граждане? Наверное, как и все, как и каждый житель нашей области. Мы просто гордимся. По крайней мере, я очень горжусь, что я казахстанец. Что я могу так заявить на весь мир. И хотелось бы добавить ребят на своем примере. Ставьте цели, идите к ним. Все возможно. И в завершение выпуска еще одна информация. В Сан-Паулу прошел рыцарский турнир по всем канонам средневекового воинского искусства. Участники собрались на площади города Кампинос. Рыцари сошлись в поединке за право представлять Бразилию на битве наций в Италии, где соберутся все любители ушедшей эпохи. Из Австралии, Германии, Канады и других стран. Цель организаторов Международной ассоциации исторических битв в средневековье вернуть былой интерес к боям на мечах. Это тяжело. Цель стать рыцарем и сражаться. Навык не передается по наследству от отца к сыну. Сегодня у меня достаточно сил идти дальше. Я выгляжу как настоящий средневековый рыцарь и готов драться. Это очень весело. Моя страсть к рыцарям началась со строительства замков из Лего и стала реальностью со шлемом, ресталищем, боем. Ничто не может с этим сравниться. Больше новостей вы, как всегда, можете найти на нашем сайте 24.kz. Обязательно заходите. Но у нас пока все. Спасибо, что выбираете Хабар 24. Вам хорошего продолжения рабочего дня. Субтитры сделал DimaTorzok